Мы должны понять, если мы не начнем улучшать взаимоотношения между нами, мы входим под большие удары на всех уровнях, неживого, растительного, животного мира и, конечно же, человеческого. Мы это видим, то, что уже происходит. Так что либо мы изменяем свои взаимоотношения, принимаем это как общее решение ООН, допустим, или... Я давал такой пример, как с сигаретами, допустим. Если человечество приняло решение, что это нехорошо, это действует на других. Тот, кто находится рядом со мной, он страдает от того, что я курю еще больше, чем я сам. А, ну раз так, надо их убить, тех, которые курят. Если они убивают нас, тогда мы убьем их. Так получается. То есть что произошло? В человечестве оно достигло такого осознания. Ну это, конечно, раздули и преувеличили. И сделали из этого нечто самое страшное. На самом деле, это не так, ну не настолько. Но это таким образом преподали, что никто не может открыть рта. Где мы видели бы, чтобы на каком-то из продуктов было написано, ты за счет этого продукта убиваешь себя. Ты умираешь. Это способствует развитию рака. Ты посмотри только, что мы сделали посредством общественного мнения. Мы сумели такого достичь? Это очень такой яркий пример того, что мы можем сделать посредством общественного согласия, общественного мнения. Если мы видим, что наш эгоизм разрушает нас, подводит нас к самоуничтожению, тогда мы обязаны. И все, как бы, в принципе, внешне как-то согласны с этим. Но если ты скажешь в ООН, что эгоизм, он хорош. И все постепенно начнут соглашаться и голосовать за это, допустим, и ты дойдешь до такого состояния, как было с сигаретами.